Из Чувашии в Пензу, из Пензы в Чувашию. Во время недавнего визита глава республики Михаил Игнатьев и губернатор области Василий Бочкарев договорились о взаимном товарообмене. Какая продукция заинтересовала чувашскую делегацию и готовы ли пензенские предприниматели удовлетворить спрос, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. В Чувашии деликатесы из мяса индейки пока реализуют только федеральные сети. Но уже в ближайшее время жителям республики эти продукты станут доступнее в разы. Причем глава региона Михаил Игнатьев заявил, что поставлять их будут не только на прилавке магазинов. Самая главная наша задача теперь психологически приучить людей, чтобы они питались этим здоровым, качественным питанием. От этого зависит здоровье наших детей прежде всего. Я буду принимать все меры для того, чтобы данная продукция появлялась и в детских садах, и в обсержавательных школах. Специалисты-диетологи уже давно доказали, что мясо индейки невероятно полезно. В нем содержится большое количество минеральных веществ – железо и натрий, фосфор и калий. После введенного запрета на ввоз иностранных продуктов любители индюшатины не должны почувствовать себя обделенными. Завод в городе Пенза – самый крупный поставщик этого мяса в Поволжье. Постепенно здесь наращивают объемы производства деликатесов. Чувашской делегации показали полный цикл – инкубатор, ферму для откорма птицы и основной конвейер. Самое главное же и кожа не должна рваться. Да. Еще остальное. Вот самое главное. Здесь температурный режим подбирается таким образом, и бильная машина там зазоры ставится таким образом под каждую тушку. Поэтому мы бьем отделя самцов отдельно самок, именно для того, чтобы по размеру подобрать и зазоры. Вообще в условиях эмбарго просто необходимо продвигать на потребительский рынок качественные продукты. Только так возможно пресечь работу нечестных бизнесменов, которые повышают цены на продукты. Каждому региону не надо стараться производить все, что хотим производить и желаем производить. Ибо они специализировались, допустим, на данном виде продукции. Это очень здорово и это очень правильно значит это самое. Мы на других видах продукции и взаимообмен, купля-продажа от спроса и продолжения, наши предприниматели, они уже сами на своем уровне работают. Наша задача, задача органов власти создать наиболее благоприятную среду для ведения бизнеса и появления продукции на потребительском рынке. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Из Пензенской области.